Приложение. Автобиографии командующего дальней авиацией Вооруженных сил Союза СССР, главного маршала авиации, Голованова Александра Евгеньевича. Родился в 1904. В Гойком, происхожу из крестьян Калининской области, Старицкого района, Д. Петракова. Отец до революции работал на Волге, на пароходах. После революции руководил сплавными работами, а Волгев, Гойком, мать, домохозяйка. Жена моя происходит из крестьян. Вологодской губернии, в данное время, домохозяйка. Имею детей. Дочь Светлану, 1934 года рождения. Дочь Тамару, 1938 года рождения. Дочь Веронику, 1943 года рождения. Дочь Ольгу, 1945 года рождения. Сына Святослава, 1947 года рождения. Работать я начал с 1918. Курьером в профсохлебноркомпрода. С мая 1919. По октябрь 1920. В Красной армии. Добровольцем был на фронте. С октября 1920. По 1923. Работал, в ЦУСе-ЦУС. Центральное управление снабжения. Красной армии флота. Курьером, в центре печати. Агентом, Волгосуд, строев Г. Гойком, на сплаве леса, агентом и в 5-м волжском полку, КПУВГ. Гойком, электромонтером. В 1923. Райкомом комсомола был послан на учебу. В 1924. Губкомом ВКП, направлен на работу, в органы КПУВГ. Гойком, в органах проработал с 1924 по 1933. В 1923. В особых отделах, на оперативной работе, от уполномоченного до начальника отделения. В декабре 1931. Прикомандирован для работы в НКП, ТПН, КТП. Народный комиссариат тяжелой промышленности. На должность ответственного секретаря зам. Наркома, где проработал до 1933. С 1933 по 1941. Работал в аэрофлоте, где занимал должность пилота, командира отряда, начальника управления и шеф-пилота аэрофлота. Награжден знаком отличник аэрофлота и знаками за безаварийный налет 300 тысяч и 500 тысяч КМ в 1936 Г. Постановлением СНКС ССР был введен в состав совета при начальнике ГУГВФ. ГУГВФ. Главное управление гражданского воздушного флота. Среднее образование я получил в 1925. Окончил школу взрослых им. Свердловов. Горьком. Специальное. Окончил летную школу при ЦАГИВОСОВЕХИМИ в 1932. В Москве. Во время февральской и октябрьской революции жил при матери в Москве, участие в революциях не принимал по малолетству. С 1923 по 1929. Состоял членом ВЛКСМ. Выбыл в связи с переходом в партию. В кандидаты ВКП. Вступил в 1928. В члены ВКП. В 1929. В члены и кандидаты ВКП. Принят парт организации ИКПУ в Москве. Парт билет номер 2 555 714 выдан ленинградским РКВКП. Б. Г. Москвы. За время пребывания ВЛКСМ и партии вела разнообразную партийную и общественную работу, в основном пропагандистскую. Неоднократно был членом бюро парт организации. Парт взысканием не подвергался и ни в каких других партиях не состоял. Отклонений и колебаний от генеральной линии партии не имел и ни в каких группировках не состоял. Под судом не был. В Красную армию вступил добровольно в 1919. Служил в 59-м стрелковом полку разведчиком. Был на Южном фронте в этом же полку, переброшенном с Восточного фронта из 28-й дивизии в Литом в 7-ю дивизию. Принимал участие в боях под обаянью, Курском и ДР. В местах. Имел контузию. В октябре 1920. Демобилизован по болезни. С мая по октябрь 1939. Находился в распоряжении штаба ВВСРК, принимал участие в операциях на Халхинголе, был командиром экипажа самолета «Дуглас», награжден орденом Красной Знаме. За границей был в Монголии, Китае, Франции. В Китае, Синьцзяне, был в 1931-1931. Работа и в органах. В Монголии был в 1935-1936-1937. В период работы начальником Восточно-Сибирского управления ДВФ, в состав которого входила воздушная линия Улан-Удэ, Улан-Батор. В Монголии был также в 1939. Во время конфликта. Во Франции был в 1936. На Международной авиационной выставке, а также знакомились с работой гражданской авиации, был в Париже, Леоне, Марселе. Принимал участие в войне против Бела, Финна в должности командира корабля. За успешное выполнение заданий командования награжден орденом Ленина. В феврале месяце 41-м, приказом НКО назначен командиром 212-го дальнебомбардировочного авиационного полка. В Отечественной войне. С первых дней ее возникновения. Принимал личное участие в боевых действиях, по бомбардировке объектов противника, в качестве командира корабля. В августе месяце 41-м, назначен командиром 81-й авиационной дивизии дальнего действия. В декабре месяце 41-м, постановлением НКО был назначен командиром 3-й авиации дивизии дальнего действия Ставки Верховного Главнокомандования. В феврале 42-м, приказом Ставки назначен командующим авиации дальнего действия. Управление авиации дальнего действия с 12 декабря 44-м, переформирование в управлении 18-й воздушной армии ВВСК, а в апреле месяце 1946. Согласно приказу министра вооруженных сил СССР, штаб 18-й воздушной армии ВВСК преобразован в штаб дальней авиации вооруженных сил Союза СССР. Постановлением Совета Министров от 3.4.1946. Назначен командующим дальней авиации вооруженных сил Союза СССР. За руководство боевыми операциями в период Отечественной войны награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Суворова 1-й степени, медалями партизану Отечественной войны 1-й степени, за оборону Москвы и за оборону Сталинграда. Являюсь депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва. 17 октября 1947. Голованов. Верно, начальник 2-го отдела УГД. Г.В. Подполковник Поспелов. А.Е. Голованов был также награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями за отвагу, за взятие Кенигсберга, за взятие Берлина, за победу над Германией, польским крестом Грюнвальда 1-й степени, монгольскими орденами Сухая Батара, Красного Знамени и боевые заслуги, рядом других советских и иностранных медалей. Субтитры создавал DimaTorzok